Специальный манипулятор, единственный в Самарской области, грузоподъемностью 12 тонн с легкостью справляется с рекламным щитом. А вот рабочим пришлось тяжелее. Конструкция находилась в аварийном состоянии, потому превыше всего техника безопасности. Нелегальные щиты, признаются рабочие, всегда демонтировать труднее законных. Надежную конструкцию, во-первых, у нее поднезенные пути лучше, это первое. Второе, подъехал, там есть крючки, можно спокойно зацепиться. Он не болтается, не шатается, его можно безопасно поднять и опустить на землю. Данную конструкцию мы опускали с большим риском, все огородили вокруг, по периметру встали люди, чтобы никто не занырнул сюда. Дальнейшая судьба всех демонтированных щитов очень проста. Их отвозят на специальный склад МП Самара-Водоканал. Если за месяц владелец нелегальной рекламы не объявится, то конструкцию уничтожат. На этой же базе будет и производиться утилизация, специально оставили свободные площади. В течение месяца, я надеюсь, подрядчик справится с данной задачей. То есть само железо распилится на базе, его сдадут в металлолом, после чего приобретенные средства, они будут потрачены для того, чтобы сдать цемент. Всего за две недели в Самаре снесли 80 незаконных конструкций. В первую очередь демонтировали щиты по пожеланиям и обращениям горожан. В будущем изменения коснутся и законной рекламы. Старые конструкции заменят на более прочные и устойчивые. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События.